Сергей Павлов был бабушкой Авдотьи, королем и капитаном. В актерской жизни приходилось исполнять роли комичные и драматичные. Многие думают, что в этом сложного, выучил слова и говоришь их с интонацией. Сергей Павлов объясняет, каждой роли нужно готовиться. Как поймать настроение своего героя с самого утра перед спектаклем, потом жить вместе с ним, не отвлекаясь на повседневные заботы до показа. Целая философия. Ты проигрываешь то и этот кусок, наверное, ты немножко не то, то другой кусок, начинаешь опять играть. Идешь домой и чувствуешь, ловишь себя на мысли, что чуть ли не в голос начинаешь опять что-то такое. Или начинаешь вдруг плакать. Сергей рассказывает, в детстве мечтал быть ученым или исследователем, потом поправляется, а может быть их играть. Поначалу подался в медики, потом все-таки решил пойти в театральное училище. И вот уже 20 лет он актер. Воспитатель Лариса Мальцева нигде не училась, но тоже играет на сцене. И королем, и разными временами года, и зимой, и весной, и осенью, и даже летом. В детском спектакле не только воспитательницы, даже дело производителей детского сада превращается в сказочного персонажа. И разве узнаешь бабе Егей или Снегурочке Елену Анатольевну? Сами малыши тоже теперь не просто дети, а не капельки, зайки, мишки и лисички. Говорили, что это вы, Елена Анатольевна, были Снегурочкой. Но мы, конечно, утверждали, что это не я, ведь Снегурочка-то у нас на Северном полюсе живет. Проведенные опросы показывают, каждый россиянин в душе считает себя артистом, пусть не профессиональным, но все же. Наградой становятся не аплодисменты. 43% респондентов актерское мастерство помогает устроиться на работу, откреститься от провального проекта или даже добиться гибкого графика. Сценой для нас становится сама жизнь. А сегодня мы превратили в подмостки улицы города. Попросили прохожих прочитать стихотворение Некрасова с выражением. Сдавала, полнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты, Гродин, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестима. Отец, слушаешь, хрупит, а я свожу. Профессиональным актерам по замыслу режиссера приходится играть разные роли, положительных героев или отрицательных персонажей. А вот в жизни каждый из нас выбирает роль для себя сам. И это тоже целая, уже не театральная философия.